И строго, строго на корабль есть! Только Евгений может запороть всё и всё наладить. Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть в Aura Wilds. Это же четвёртый выпуск и, судя по комментариям, судя по тому, что вы пишете, вам так же зашла эта игра, как и мне. Это очень хорошо, друзья. Мы сегодня с вами будем открывать новые тайны. Боже мой! Только в прошлой серии я понял, что оказывается у нас день сурка в этой игре, понимаете? День сурка! Каждый раз мы просыпаемся после гибели от взрыва солнца. И мы должны понять, каким образом спасти всех обитателей этой солнечной системы. А возможно, не только этой солнечной системы. Мы ещё с вами не были на той стороне, в другой галактике. И я понял, для чего вот это вот изображение нам показывается. Чтобы мы допёрли наконец, что начинается всё время один и тот же день. Давайте что-нибудь спросим у него. Привет, пилата! Ну что, поднимешь эту красавицу в небо? В принципе, мы тут уже всё говорили, так что... Блин, всё-всё-всё, отставь мне. Мы уже обо всём этом говорили, но стойте. Надо ли нам в обсерваторию сгонять? Давайте, давайте, я думаю, что надо. Но почему это нужно делать пешком? Когда у нас есть такой прекрасный, удобный кораблик. Вот, вот сюда прям раз, хорошенько встали, вошли в режим посадки. Да посадили. Я сказал, чё? Чё сказал? Посадили, всё. Хорош. Привет, обсерватория. Ребята, у вас что-нибудь новенькое есть? Эй, смотри-ка, статую открыл глаза. Хотелось бы увидеть как-то... А, это всё то же самое. Ладненько, возвращаемся на корабль. Мы залечены, залечены полностью. Прежде чем мы вернёмся туда, на ту сферу, я хочу... Вот ещё здесь, что происходит? Что это за... Что меня понесло? Понесло меня чё-то? Всё. Всё окей. Я хочу здесь ещё раз пошарить. В комментариях вы писали, что ту штучку, которую я нашёл во второй серии, в храме, которая помогала проигрывать различные... Что это? Различные геоголограммы, я так это назову. Типа, мол, я должен её взять. А это что такое? Здрасте. О, Тектит. Как жизнь? Мне казалось, ты сегодня летишь в космос на своей жестянке. Почему ты ещё тут? Что я здесь делаю? Вроде как что-то упало, а мой маленький разведчик прислал какие-то настораживающие снимки. Мне захотелось взглянуть лично. И что упало? Точно не знаю. Похоже на семя какого-то растения, но на камельке таких нет. Я каждый уголок этой планеты знаю. Может, оно из космоса? Похоже на что-то с чёрного терновника. Оно уже успело пустить корни. Точно могу сказать, что эта штука мне не нравится. Мергель и Галл живы с ней разберутся. Представляете, если бы были растения на других планетах, и существовали такие межпланетные пчёлы или жуки, которые бы пыльцу таскали из планеты на планеты. Они были бы огромными такими стрёмными. Просто, к слову. Надо поскорее их позвать. Если кто-то и знает, как избавляться от растений, так это дровосеки. Только сначала я посмотрю, что там внутри, прежде чем выкорчёвывать этот сорняк, надо убедиться, что он не опасен. Туф принесёт сюда старый пускатель разведчиков. Отверстие слишком маленькое, чтобы пролезть. Ну и вообще, трогать эту меру я за себя не собираюсь. Так можно и без руки остаться. То есть ты хочешь сказать, что ты должен взять и пустить разведчика? Это он. Изнутри? У нас, оказывается, там кого-то проглотили уже. Что касается разведчика, у меня же есть. Мне надо одеть свой скафандр для этого. Сейчас, сейчас, всё-всё будет. Пуль. Борт-журнал обновлён. Смотрите, смотрите, куда улетел. Летит. Всё дальше-дальше. Копия сигнала, сделать снимок. Оооо. Смотрите. Офигеть. Где мы? И что, я могу об этом сказать? Погодите. Давайте сразу будем фотки делать. Раз, 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 раз. Вот мы летим. Надо будет потом борт-журнал прочитать. Вот он летит, летит, летит. И мы туда, по идее, можем что, залезть? Смотрите. Как будто удилищик, да? В пасти удилищика. Окей. Всё. Приходи обратно. Конечно же. Это, это цветок, это портал. Эти цветки, это портал. Слышишь? Тектит. Это портал. Как будто меня дело до этого. Семя-чёрного терновника. Внутри семечка. Когда я запускаю разведчика внутри семечка, которая упала на камелёк, она оказывается в чёрном терновнике. Значит, я должен туда полететь, наверное. То есть, здесь мы уже всё с вами осмотрели. Однако, нам надо вот это, Южная обсерватория. На мае решили сконтролировать более мощный локатор сигналов ОКО на Южном полюсе пустотной сферы. Это окей. Мы там вот как раз таки ещё не разобрались. Тогда, смотрите, что сделаем. Давайте полетим ещё раз. Тихо, тихо, аккуратненько, тиктока не убить. Я хочу слетать вот туда, на Северный, на Южный полюс. Не знаю, неважно. Не помню, как он там. Оу, это тоже выглядит оооочень интересно. Но погодите. Но погодите. Так, лети обратно. Погодите, погодите. Давайте-ка. А, боже мой, аккуратней. А, чёрт, мать моя! Как-то нехорошо получилось. Таня-ка, давайте здесь, чтобы дропимся. Пофигу. Мать, 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 мать. Что это такое? Что это было? А! Уширен состояние здоровья сейчас подохну. Не надо мне подыхать. Здесь, походу, вот эти вот призрачные материи находятся, да? Давайте лучше поменяем локацию. А, боже мой. Вот. Вот эта платформа идеально. Хорош. Всё. Слушайте, я очень хорошо управляюсь этой штукой. Ой, мама, я хреново управляюсь этой штукой. Класс. Лучше не придумать. Пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ. О, зато нам удобно чинить. А это всегда приятно. Оборудование посадки чинить. Всё. Как новенький. Теперь осталось лишь только понять, как нам забраться внутрь. Может быть, столкнуть корабль? Кажется, у нас проблемы. Только Евгений мог так посадить корабль, чтобы на него не было возможности больше подняться. Это очень важный момент, который нам надо решить как-то с вами. Давай выше. Хрень какая-то. Нам нужно просто вот в луч попасть. Давай. И строго. Строго на корабль есть. Только Евгений может запороть всё и всё наладить. Смотрим, как там дела. О, мы свисаем. Нет, это нехорошо. Так не положено. Ладно, давайте вот здесь станем. Тут нормуль. Гоу снова за той штучкой. А, погодите, это та самая платформа. Я мог бы просто здесь сесть. Неловко. Кстати, мы не читали это шахты 2Б. Походу мы это не читали. Как там? Откройся. Чё сказано? Открылось быстро. Спустился к тоннелю. К лифту, точнее. И заметил вот это. Это, смотрите, с формой не могли появиться просто так. Кто-то что-то бурил здесь. Ну, кто, мы понимаем. Намаем. Но зачем? Что они там хотели замутить? Непонятно. О, погодите. Мы читали уже все это, но это не сохранилось. Потому что технически мы не читали это. Ау-ау-ау-ау. В таком случае мы просто забираем эту штуку и уходим отсюда. Вот. Что это значит? Что это значит? Как такое возможно? Это гейзеры или это был водопад наоборот? Это гейзеры, походу. Мне не нравится солнце. Оно становится все краснее. Оно скоро умрет. Оно скоро умрет. И единственная штука в моей руке тоже исчезнет. Здравствуй, мой кораблик. Я вернулся. Есть куда можно класть всякий инвентарь. Мы даже не можем положить. Хорошо. Просто летим строго на пустотную сферу. Знаете, осталось только вспомнить, где конкретно мы видели... Что это? Это корабль? Осталось только вспомнить, где конкретно мы видели тот терминал, куда можно эту штуку вставить. Прижим посадки. Активируем. Тихо-тихо-тихо. Есть. Идеальненько. Что это за корабль? Не мой. Стоп. Топливо. Стоит себе кораблик. Он закрыт. Проход. Какой-то проход интересненько. Запись. Я тут. Получилось. Корабль сел идеально. В том смысле, что корабль приземлился, а у меня не появилось новых травм. Чуть-чуть подлатать его и будет как новенький. Я считаю это успех. Увидеть это шпат. Смеху было бы совсем немного. Это хорошие новости. Есть и плохие. Входа внутрь что-то невинное. Дверь сломана. Я, конечно, не профи в исследованиях, но если бы тут был другой вход, он бы уже наверняка обнаружился. Наверное. Здесь мне ловить нечего, но есть еще подземные ходы. Надо пойти на север, к руинам на экваторе. И поискать ход там. А, нифига себе. Информация полезна. Борт-журнал обновлен. На экваторе к руинам надо идти. Мы, получается, все пытаемся пробраться вот в этот подземный город. Знаете, вот с тех пор, как я обратил внимание на солнце, теперь я не могу о нем не думать. Оно меня очень тревожит. Я постоянно на него смотрю. Это как, знаете, тикающая бомба. Посмотрите на него. Оно было таким красивым. А сейчас что? Вот тут есть некая посадочка. Смотрите, вон терминал. Обнаружился. Ёть. Ёть. Режим посадки. Вот. Собственно. Расскажи нам что-нибудь. О, блин. Да че это так стрёмно? Смотрите. Это то же самое? Может быть, конечно, изменился порядок этих существ? О, я мог не брать эту штуку. Здесь есть. Она есть здесь. А вы мне в комментариях написали че? Что она очень важна в игре и так далее. Я даже думаю, что она единственная здесь. Посмотрите. Что это? Воу. Осторожненько. Еще раз. Заново проиграй. Это какая-то галлюциногенная жидкость, да? В которой я оказываю. Посмотрите. Я весь трясусь. Сейчас я сюда пойду, так хоп. Нет, я не упаду. Вот, еще смотрите. Может быть, в каждом храме есть такой свой камень проекции? Не надо их таскать с одного места на другое. Смотрите. Соланум. Я у шатла. Я готова совершить свое первое паломничество на квантовую луну. Квантовая луна. Бадан. Это потрясающе. Ты почти готова. Однако тебе следует узнать еще одно правило. Зайди ко мне в башню квантовой истины. Бадан. Башня находится на другой стороне пустотной сферы. Следуй на запад до перекрестка, и ты достигнешь башни. Соланум. Спасибо за подсказку. Бадан. Скоро увидимся. Башня находится на другой стороне пустотной сферы. Следуй на запад до перекрестка, и ты достигнешь башни. Это все? Или тут что-то еще есть? Тут только выход. А, да и нет. О май гад. Фу. Фу. Фу, чуть не упал. Какой неаккуратный. Тут только выходы из подземного города. Бадан, осторожней. Окей, нам нужна башня квантовой истины. Понимаете? Квантовая истина. Ну, на другой стороне получается она. Ну, полетели. А, да чего красивая. Ой, слишком близок. Осторожней. Я что-то уже не понимаю, где я. Почему я не лечу? Давай, может быть, дыра притягивает к себе? Я не понимаю. Аккуратней. Почему я... Во, наконец-то взлетаем. Давай взлетаем. Блин. Да твою мать! Что происходит? Нет! Я слышу это! Да я не вижу! Где я встрял? Солнце завралось, да? В черную дыру. В черную дыру! Быстрее, может быть, мы спасемся! Быстрее! Ой! А где я? Белая. Белая дыра. Белая дыра. Белая дыра. Погодите. А ей плевать. Солнцу плевать, но все равно у меня грохнет. Нет спасения нигде. Мы проснулись. Цель ясна. Как мало времени, оказывается, у нас есть. Не надо было тратить его, конечно же, на тот храм бесполезный. Борджернал, давай. Излагай. Излагай. Что? Нет? Ничего? Окей, ничего нового он не сказал, но в любом случае давайте летим. Урс на пустотную сферу. Куда ты, блин, летишь? Тупой автопилот! Что за урод? Что ты за урод, а? Итак, башня квантовой истины, да? Вот это похоже на башню квантовой истины, кстати. Тихо, тихо. Соотносим, соотносим скорость. Соотнесли. Как батьки соотнесли, я вам так скажу. Давайте где-нибудь вот тут проканемся. Как-то опять хреново, да, я это сделал? Чувствую, что хреново. О! Камера сломалась! Камера сломалась! Ну давай, выровняйся ты! О боже ж мой! Что там у тебя? Что ты ноешь вечно? Не ной! Говорю, не ной! Мы полностью сломали, прикиньте. На сто процентов. Все? Доволен? Теперь не мешай. Обнаружен неопознанный сигнал. Вы писали, что надо доставать эту штуку, агрегат от, и вылавливать. Где? Исчез. Опять, смотрите, я не могу найти его. Здесь? Какой кривой эндоскоп. Посмотрите, как он показывает. Что это? Это комета какая-то, судя по всему. Ладно. Куда? Куда ты показываешь? Вот. Распознанный сигнал. Спасательная капсула 1. Обнаружена... Ой, страшно. Обнаружена чистота. Аварийный маяк. А что мне с этим сделать-то надо? А, погодите. Чистоту можно поменять? А, погодите. Аварийный маяк. Это вот чистота. Окей, хорошо. Вот у нас есть чистота. Аварийный маяк. Что дает? Кто знает. Это мы уже с вами... Да. Мы это уже с вами читали. Вот что нам интересно. Вот это место. Блин, по мне стреляют. Здрасте. Такое ощущение, как будто я в сабнатику попал. Во. Вот это интересно. Тут дофига текста. Это чат. Мы слишком близко. Тревога. Аварийная посадка. Подготовка к столкновению. Сканирование окружающей среды. Сканирование завершено. Зафиксирована незначительная структурная неустойчивость. Зафиксировано скопление пригодного для дыхания воздуха. Зафиксировано приемлемый уровень солнечной энергии. Вердикт. Условия благоприятные. Следующая линия. Запуск спасательной капсулы 3. Запуск спасательной капсулы 2. Запуск спасательной капсулы. 1. И последнее. Журнал полета. Спасательная капсула 1. Звездолет смертельно ранен. Задействован аварийный режим. Ожидается отправление со звездолета. Окей. Хорошо. Борт журнал обновлен. Надо бы посмотреть, что там. Опа. Не. Погай. Сначала дайте почитаю. Аварийный люк. Окей. Это вообще не рабочее. Ну все. Окей. Тьфу, все стрёмно. Оу. Мы что-то сломали, да, кажется? Ой, мы что-то сломали. Ой-ой-ой. И что, прям? И прям в черную дыру, да? Похоже, да. Опять. Смотрите. Черная дыра поглотила. О-о-о-о. Нет. Стой. Аккуратней. Стоп. Нам сюда надо. Нам сюда надо. Мак. Осторожно. Внизу дремлет черная дыра. В нее лучше не падать. Ну не знаю, я уже падал. Было прикольно. Сейчас будем надеяться, что я не просрал. А я просрал. Именно это я и решил замутить. Кажется, я падаю четко в нее. Стоп. Может быть, удастся. Может быть, удастся. Может быть, удастся. Ты здесь хватайся руками. А, блинушки. Давай. Где я? Давай, 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 давай. Есть. У. Где я? Башня квантовой истины. Чтобы к ней попасть, нам нужно задействовать вот это. А если наверх? А, туда и обратно. Нам туда. Спасибо. Я так понимаю, запад в той стороне. Да, все верно, я на запад. Я иду к башне квантовой истины. Скорее. Ой. А в ту сторону? Как понять, в какую сторону? Ну, ладно. Вот она, эта башня. Там мне расскажут, как на квантовую луну высадиться. Есть. Клево. Как мы удачно упали все-таки, да? Я бы долго еще искал это место. Тааа. Она как будто разумная и специально по мне пытается попасть. Все рушится. Быстрее. Времени мало. Бадан, добро пожаловать. Перед вами башня квантовой истины. Если это ваше первое паломничество на квантовую луну, поднимитесь по ступеням и получите необходимые знания. О-е-е. О-е-е. По ступеням, говоришь, да? Хорошо. А вот этот обратный рычаг лифта, видите, мы сможем вернуться. Оно нам надо. Поднимитесь по ступеням и получите необходимые знания. Ты об этих ступенях? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стоп. Все? Идем. Блин. А он так не идет. Все. Запороло. Все запоролось. Окей, здесь мы тоже можем идти. Давайте попробуем просто подлететь. Что за кал? Это все? Не дает мне. Не специально это сделали. Может быть, мы можем вот отсюда? Топ. Я знаю, что топлива осталось мало. Попробуем тогда сюда. Слушайте, на походу она меня сейчас просто выкинет. Стойте, стойте, не хочу. Блин, это такой сюр начинается. Смотрите. Я как будто в рельеф попал. Может быть, мы можем поднять? Погодите. Точно. Вернись. Так, смотрим. Ничего особенного тут нету. Погодите. Или есть? Это символы. Это эти камни. Стоп. А может быть, эти камни все-таки нужны? Вы были правы. Они все, видите, имеют одинаковые символы. Символы с теми камнями. Или это, возможно, просто символы планет. Нам нужно объединить эти планеты или что-то сделать. Вот, посмотрите. Видите, указывает тут точка. Указывает на вот эту планету. Я не знаю, что это за планета. Но вот она только сюда и указывает. Короче, нам надо понять, что это за символ. У нас есть погибание? Что это за символы? Солнце стало красненьким. Вот этот чужак мне интересует. Я его, кстати, видел. Он летит. Куда он, блин, летит, интересно? Неужели прям на солнце? Давайте попробуем по порядку. Вот, допустим, у нас есть песочные часы. И они находятся прямо возле солнца. Где песочные часы? Я так понимаю, что вот песочные часы. Потом солнце. Хорошо, солнце. Песочные часы. Это, как его называют? Это камелек. Ой, у нас мало времени. Камелек. Возможно, террикон. Потом пустотная сфера. Я сдох. Окей, борт-журнал обновлен все равно вроде бы, да? Я забыл посчитать после солнца, какая планета была отмечена. Скажи, что? Что нового? Это что? Это квантовая луна. На мае на пустотной сфере. Окей, видели. Башня на экваторе пустотной сферы, которая снабжала необходимыми сведениями тех на мае, кто отправлялся в паломничество на квантовую луну. На мае по имени Соланум посетила башню квантовой истины на экваторе пустотной сферы, чтобы узнать последние правила перед паломничеством на квантовую луну. Это интересно звучит. И вот это вот маленькая фигня. На мае обнаружили странный камень, который перемещался, пока никто на него не смотрел. Ну да. Стоп. Может быть, нам надо не смотреть на луну, но я не уверен. Давайте вернемся в то самое место и еще раз посчитаем. Окей, раз уж мы здесь, давайте найдем эту луну. А вот и ты. Смотрите, что мы сделаем. Мы отметим ее. И включим автопилот. А это так не работает, да? Это так не работает. Окей, эта луна оказалась умнее. Ладно, где там дырка-то уже? Кстати, я здесь еще не был. Вот это то самое место. Мы отсюда можем посмотреть. Ну-ка, надо корабль убрать. Корабль убрать. Все, сели. Окей. Ну что, все. Все на максимум. Надо за кислородом следить. Я забыл. Я забыл. Уфа! Да чтоб ты! Почему? Это предупреждение. Оно как будто прям знает, что я иду. Мы видим. Вот. Вот метка. Запустить разведчика. Если бы мы только могли прочитать вот эти письмена. Да, я правильно сделал, что он не стал подниматься. Я бы только просто сюда попал. Но мы можем прочитать еще вот это. Мак. Деревья двигаются. Деревья в этой рощи перемещаются. Целиком с корнями. Это ненормально. Даже для такой странной планеты. Это мы читали. Мы это читали. Во! Что? Что? Мой корабль просто кто-то отпнул. Смотрите. Неопознанный сигнал. Где? Есть. Оно двигается. Ой, неприятный звук. Мы можем дослушать солнце. Смотрите, вот эти красные маркеры. Видите, они все ближе и ближе. Ой, осторожно. Я не знаю, что это... Что мне об этом думать? Ну, есть там этот сигнал. Ну, солнце словно о помощи просит. Не знаю. А, ладно. Не знаю, что еще об этом сказать. Борд-журнал. Ты что-нибудь мне скажешь, может быть? Нет. Окей. Тогда нам надо внутрь. Вот куда нам нужно. Давайте наверх. Вот сюда, на мостик. На мостик. На мостик. Аккуратненько. О, стоп. Стоп. Все. Фу. Где мы видели этот туннель? Вон этот туннель. Не падай. Нахрен ты падаешь, Евгений. Давай. Ускоряйся. На мостик. На мостик. Ешь. Неопознанный сигнал опять. Что? Ба! Обнаружил деревья, запас здоровья. Ты кто такой? Почему ты... О, у тебя получилось стартовать. Это прекрасно. Молодец. Судя по всему, это уже довольно давно. Что ж, это пустотная сфера. Хотя ты, наверное, в курсе. Тут куча древности. Очень интересно. Что ты тут делаешь? Я хочу посмотреть на висячий город. Всегда хотелось увидеть его своими глазами. С самого раннего детства. Подумай только. Разумные существа жили в этой солнечной системе еще до того, как зародился наш вид. Как можно не интересоваться их цивилизацией? Правда. Тебе, наверное, рассказывали. Я боюсь космоса. Честное слово, до сих пор не понимаю, как меня сюда занесло. Хочешь узнать, как мне удалось сюда добраться? Это все гравикристалл. Он поможет нам! Меня угоразило споткнуться об него и упасть. Повезло еще приземлиться здесь, где более-менее безопасно. Если верить маленькому разведчику, могло и затянуть туда. Вниз. Судя по данным маленького разведчика, здесь поверхность прочнее и стабильнее всего. Так что я просто подожду тут некоторое время, пока не почувствую, что могу двигаться дальше. Ну что бы все обо мне да обо мне. Ты же тут не для того, чтобы услышать мои жалобы. Это было бы... Да. Мне удалось кое-что узнать. Класс! И что же? На пустотной сфере обнаружилась спасательная капсула на Мае. Ого! Думаю, это значит, что на Мае не всегда жили в нашей Солнечной системе. И раз они запустили спасательную капсулу, у них возникли какие-то проблемы. Но какие? И откуда была запущена капсула? Так любопытно. Это удивительное открытие. Надеюсь, мы сможем узнать больше о том, как и зачем на Мае прибыли сюда. Куда тут можно пойти? Проще спросить, что тут нельзя исследовать. Ту же, чужую дуру. Конечно, нельзя. Прям совсем. А жаль. Как-никак, все самое интересное тут под землей. В том числе, висячий город. Он к северу отсюда. Его даже немного видно. Кроме него есть большой купол на Южном полюсе. Это Южная обсерватория. С поверхности в нее не попасть. Поверь мне. Я знаю. Но если она похожа на другие постройки местных на Мае, то туда наверняка ведет какой-то подземный ход. Удачных исследований. Если узнаешь что-то новое о Мае, расскажи. Желательно. Какую задачу ты выполняешь? Я? Я же археолог. Можно даже сказать археолог с большой буквы. Потому что других на кабельке и нет. На пустотной сфере очень многое можно узнать о Мае. Поэтому я здесь. Эта планета. Настоящая сокровищница культуры, науки и истории. Забавно, что не из всех планет выбрали именно эту. Возможно, потому что здесь черная дыра. Если хочешь узнать о Мае из пустотной сферы, то ты по адресу. Ну, то есть, кое-что я не знаю, скажем так. Вот. Может, тебе о чем-нибудь рассказать? Все, до встречи. Борт-журнал обновлен. Пожарить. Мы не будем, наверное, спать, но пожарить маршмеллоу это святое. Что еще можно сделать? Заправить реактивный ранец. Это Ребек, кстати говоря. Я не помню. Мы вроде о нем говорили, да? Нам на Камельке о нем говорили. Окей. Значит, мы здесь. Как я мог не слышать его? Я же здесь был, получается. Ладно, башня квантовой истины. Снова. Скоро солнце снова взорвется, и у нас мало времени. Давайте попробуем в эту сторону. Почему он не дает нам в эту сторону? А вот и снова мы. Гравикристалл. Нам сказали про гравикристалл, но он не дал нам его, к сожалению. Швыряем. А, еще раз. Плохо. Итак. Вспоминаем еще раз. Опять. Видели? Эта штука перемещается. Эта штука, указатель перемещается. Сейчас его здесь не будет. Ой, страшно. Он только что был вот здесь, над пустотной сферой, но теперь он тут. А, все, он больше не перемещается. Окей. О, он переместился. Опять переместился. Куда? На терновник. Это значит, что это, блин, значит? С каждой новой фоткой он перемещается. Мы вообще можем не ориентироваться на это. Мы не понимаем. Мы не понимаем, как уловить квантовый объект. Нам нужно возвращаться. У нас три минуты осталось до того, как кислород закончится. Давайте спросим у него еще раз про кристалл. Привет, как дела? Он ничего про него не скажет. А вот кристаллы какие-то еще. Окей. Их никак нельзя взять. Ну, может быть, и не нужно. Они нас куда-то ведут. Мы были здесь. Можно пойти выше. Я вообще не понимаю, куда я иду сейчас. Такое ощущение, как будто они меня выведут просто наверх. Или нет? Вот это интересно. Кажись, я куда-то пришел. Обнажены деревья. Это что такое? Это кристаллы? Офигеть, мы попали на поверхность? Окей. Хорошо. Мы были здесь. Они все здесь погибли, но я не понимаю, из-за чего. Возможно, я смогу найти один хотя бы какой-нибудь кристалл, который работает. Во, смотрите, новенькое что-то. Путешествие сюда с Южного полюса было, скажем так, пугающим из-за всех этих метеоритов. И все же мне удалось добраться сюда целыми костями и работающим кораблем. Ситуация такова. Мой лагерь сейчас внутри разрушенного здания, проросшего деревья. Рядом с ним есть древняя тропа на Мае. Она выглядит не страшно. Просто ведущая вниз ступеньки. Ступенькам меня не напугать. Надо собрать припасы и пойти по этой тропе. Окей, вот это, получается, его лагерь. Потом он спустился вниз. А он, кажется, как в него споткнулся и упал. Солнушко сейчас взорвется. Кажись, я наблюдаю последние секунды солнца. А что это значит, что корабль 26 километров? Что это? Корабль меня бросил? Почему он меня бросил? На 22 километра свалил. Это он аж... Что он здесь делает? Ой, солнце взорвалось. Как там корабль оказался? Это альтернативное... Он упал вниз! Я думаю, нам нужно зайти в черную дыру. И на этой ноте мы с вами закончим играть в Outer Wilds. И продолжим в следующий раз. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Если так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Снайдитесь в доску своими. Не забывайте только про колокольчик. Потому что колокольчик помогает вам не пропустить новые видосы. Также, чтобы не пропустить новые видосы, заходите в мой паблик в ВК. Там куча нового контента. И заходите в мой телеграм-канал. Там тоже куча нового интересного контента. Все для вас. Все ссылки будут в описании. Также в описании будут ссылки на другие игры, которые я когда-либо проходил на этом канале. Там их куча. Я уверен, вам будет что посмотреть. Ну а с вами был Юджин. И всем пьетч!